Девушки отдыхают А это было позавчера И выглядел он точно так же Потому что сейчас похолодание Вчера был еще небольшой минус Сегодня уже ночью минус, днем плюс В общем, они замерли Но, как видите, мороз их Минус 9 не убил Почему? Ну, во-первых, потому что это Манжурец Поняли? Это Манжурец Во-вторых, он гибридный А именно гибридные Манжурцы оказались В разной степени созревания Цветов, а потом и плодов Это назовем ранний Манжурец Ой, а что там на бирке написано? У меня как-то было, я отмечал позднее Неужели он опять перестроился? Ну-ка, ну-ка, ну-ка Внимание! Не, уже не разберешь Уже не разберешь Жалко, ну ладно Я уже не раз пытался прочитать Теперь, значит, смотрим Такой же Точно так же был Сделан по принципу Сильнейшая обрезка на омолаживание Результат вы видите Плоды будут даже крупнее обычных После такой-то обрезки Но все-таки Надеюсь на обильное плодношение Видите? Надеюсь на обильное плодношение Так, теперь мы идем Смотрим соседа Опять минуту А почему я не вижу Ни одного цветочка А вот они Но они в самом-самом этом Зародыша Это уже будет поздний Где-то на отдельных деревьях Я позднее помечал Да, память, память, память Стареев Ну, короче, вот они Видите? Вот, причем Здесь Есть наличие второго Второго партнера полугого Папы Что тут получится Я не знаю Но убедились Урожай будет Но Вот он Вот он Но попозже Вот Это хорошо, что разброс Почему? Один засветет Под заброс попадет Другой может сейчас сидеть Или наоборот Он может завязать плоды И тогда ему минус пять Даже минус восемь Будет не страшный Дальше идем Так Это мой ветеран Это мой ветеран Так Или позже плодоносит Или цветы замерзли Хотя это есть Один из самых главных ветеранов Самых несчастных С него взято на пятьсот или тысячи черенков Вот таких вот Причем заметьте До последнего года Дает мощные приросты Значит Несмотря на эти бесконечные раны Вот они Несмотря на бесконечные раны Обрезка по железному составлению Бней Вот Он жив И здоров Иначе бы не было таких приростов Видите черенки отрезаны Видите Это все на прививку Ну а где цветы А вот они Ой я уж переживал У меня это Сейчас закончу Вот это вот Сфотографирую Вот это вот дерево Почему Два первых плодика А уже тогда появились Эти Ну я можно отойду от него А то Стою неудобно Появились Так называемые Цифровые фотоаппараты Вот у меня в руках Цифровый фотоаппарат И первое же Вот на этом дереве У меня было телевидение Так Это 2007 год И я запомнил Ну почему Прямо это памяти Шутка Или телевидение Ау Фильм сняли Этот фильм полностью попал На дикс номер 2 Попал в интернет Попал на мой канал Вот И тут были Роскошнейшие абрикосы И два из них Я сфотографирую Крупным планом Теперь они украшают Полсотни сайтов И везде его принимают За своего Везде людям голову пудрят А вот они Я на прошлом винаре Показал Эти два плодика С этого дерева И другие А еще несколько подобрал Ну так Поприкалываться Покажу в понедельник Это наверное будет 28 Вот И все это связано С этим деревом По идее Оно должно быть мертво И я уже не раз С ним в душе прощался Видите Смотрите что делается Но самое главное Я не делал ран на кольцо Поняли Я не делал ран на кольцо Результат Живо до сих пор Оно было взрослым В 2007 году Ну тогда ему где-то 25 Где-то 25 Тогда получается За 25 лет Оно Меня Родило от 500 до 1000 Черенков Я с них срезал Обычно в лучшие годы По 50 По 70 А может и больше Черенков Вот таких вот На продажу И Вон Еще мы сюда подойдем Там где сережины Эти стоят Выкопанные В том числе Академики Абрикосы На пересадку И к чему я это говорю Вот это вот Если не делать ран на кольцо Оно было бы дано мертвое Даже вот это вот Не может погубить дерево Ничего не делать Ничего Оно само Возьмет и вырастет Вот сюда пойдет Вот так пойдет Это все затянет Это все Не трогайте А эти Самые странные люди Я иногда вспоминаю Палату Я их уже всех Палату номер 7 Определил Номер 6 занято Там Это это Чеховская Брать Долото Брать стамеску Брать шпатель И выковыривать Вырезать Выгребать Буквально До живого мяса И говорить Что иначе это Ничего не делать Я уже кричу 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 Наука Академия Ради Бога Отучите Пожалуйста Миллионы людей Занимаются дурью Любое дерево Становится таким И вот когда Вот это будет По железу Вот эти раны Не трогать И тогда Что будет Правильно Вот они цветы Показать Вот они цветочки Плоды 100 граммовые Это Я сказал что это академик Нет А вот Говорю Это академик Причем один из тех Кто хотя бы похож на себя Уже в веточке Взятые отсюда Отсюда На других деревьях Что уже стали Абсолютно другие Я уже не мог Другого названия придумать Написал Крупноплодную железу По величине Еще крупнее До 120 грамм И круглая Как Низко кланяюсь Манджурцам Ой когда-то я Когда-то я черенки резул И один не заметил Вот это ценнейшее На свете весь 40 лет назад Я бы за этот черенок Душу бы отдал Вот Поняли А сейчас он случайно Валяется Потому что я его Случайно не подобрал Вот В них есть одна особенность Они к везде становятся Желтыми Вот И пятнами покрыты Так вот еще раз Несмотря Это учеба Это важно Еще раз Я проклинаю тех Кто Занимается этой дурью Начинает В эти Обнажать раны Вот эти Страшные Страшные Стамесками Молотками Стамесками Долотами Вот Шпателями Острыми Вот Понимаете Да Тут Тут вот они Муравьи Вот оно Дупло Не трогать А уж Когда говорят Доцементировать Это такой Идиотизм Они просто Не ведают Им одни Рассказали Они будут повторять До самой смерти И до смерти Миллионов Дерев Фух Высказал Нет Не все Сказал Итак Несмотря на эти Страшные раны На эти дупла Вот Дерево Абсолютно здоровое Вот давайте смотреть С другой стороны Вот Кстати опять Где рана на кольцо Ну-ка Специалисты Глядеть в глаза Давно бы уже погибло Не дай бог Тут рану сделать И пойдем Выше 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 И все Избито тут Избито тут Избито тут Вот Избито тут И что вы видите За один год Приросты Полтора метра Я ничего не преувеличиваю Приросты Видите Смотрите Отсюда Вот Двадцать третий год Вот отсюда Вот отсюда Пошел Двадцать третий год Не смотрите На скелет На ветки Это все В течение лета Вон Видели какие Вон тут Тем более Полтора метра Вообще Если тут Я преувеличил Метр двадцать Метр сорок Вот тут Уже все Полтора Вот Это значит Что ветка Абсолютно здоровая Вот только ради Этого стоило жить Только ради Несколько Минут Чтобы остановить Этого Кханалию Ну и Подходим К Мичуринскому Итак Вспоминаем Вон там растет Молодой Мичуринский Весь в цветах Вот Пережил заморозок Хоть бы хны Чем меня удивил А вот это Мичуринская Мама Вегетативная Мама Там Уже назовем Это Внук Ну расплодоносит Значит получается Внучка Вот это Мама Вот Родители Где-то в Европе Живет Я его сразу Привил Долго не обращал Внимания Ну 30 грамм Да бог с ним Как дало В 22 году 100 граммовые плоды Ирина Санасовинич Свидетель Вот И вот Пожалуйста Результат Прошлый год От всего Это Десколько Плодиков Вот Причем Они опали Ну Не каждый год Такая Весна И наконец Позавчера Минус 9 Вот Они не успели Распуститься В такой паре И были Целые Значит Есть шанс Какой шанс Увидеть плоды На нем Вон они Видите Все ветки В цветах И увидеть У внучки Вон там внучка растет И сравнить Если Они Эти Если эти Будут 8-100 грамм А на внучке 8-100 грамм Все Свершилось Сергей Валерьевич Ты знаешь Что у нас Несколько Нобелевских Премий Плачет Сис Он сис Да Сис Он сис Так Ладно Ты говорил Что тебе Некогда Слушай А ты же Даже Разделся Где-то Ну давай Хоть Сейчас Мне будет Жарко Я знаю Пойдем Хоть Дойдем До Горшков Я не могу На них Налюбоваться На рынках Такое Дерьмо В лучшем Случай Перед продажей Ставят Горшки Смотри Корней Влазит Вот столько Обрубки Высота Два метра Я видел Одному Супермаркет В большом Городе Они были ОКС Вот такие Наверное Вишни Тут мой Рост И там Вставили В такой Горшочек Маленький Ну видно Так Так сэкономили Зачем Больше Я не знаю Может Сохранить Это Пять Или Семь Литров Я забыл Это Пятерка Пятерка Да Гигант Подмосковья У тебя есть Себе Ой Я уж Хотел сказать Оставь Молодец Монтеретти Искор Слушайте Что такое Монтеретти Ты че Меня пугаешь Ну Бери Есть Разные А это Бери Монтеретти Твою Это Ты меня Уже За поезд Заткнул Да Я уволюсь Если Я такие Вещи Не знаю Все Будешь За двоих Работать Я уволюсь Взял Меня За поезд Заткнул Да Еще Ну Ка Иди Не медовая Нет Это Милба Красная А Красная Надо Ну Ладно Так Это Посмотрели Ну А Я Всегда Любуюсь На Абрикосы Ладно Не буду Тебе Мешать Знаешь Что Сережа Вот Это Брак Да Ну Пусть Немножко Вот Это Вот Ну Бывает Всякое Не Без Этого Вот Но Я бы И такие Не Учил Я же С Украины Родом Я себя У тебя Хохлом Называю Не Ну Это Сибирка Она Мне Мешала Ну Понятно Ладно Пойдем Дальше Так Пойдем Дальше Пойдем Дальше Пойдем Дальше Вот Она Ну Возь Еще Секунду Все Возьми В руку Возьми В руку Вот Я Фотографию Это Сделал Но Еще Живьем Пусть На тебя Посмотрят Итак Друзья Перед вами Я уже Скромно Можно Один из лучших Садоводов России Один из лучших Питомниководов России Самый Северный В мире Питомник Зимой На морозе Можно Поставлю Тяжелый Поставь Так А ты представляешь Вставляют С голыми Корнями Это Селе Семилитровый Вот Год два Максимум Так вот Ага Ну видите Даже За два года Пророс Что за сорт Сейчас скажу Там бирка есть Это фаина И вот эти Черенки Ёп Да Они уже Все проснулись Возу Да не в этом Дело Если бы Вовремя Ты бы Солежковое Богатство Ты все Помнишь Про фаину Тройной Гибрид Сами Да Помню Я все Помню Когда надо Было Говорить Я же Выкинул Свои Чизнки Да Не надо У меня Эти Никто Не покупает Мне просто Жалко Что Страна Такая Что Это В костер Идет Вон Кострича Что В костер Идет Вот Что Мне Жалко Ладно 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 Мне тоже Некогда С тобой Отстащить Опять Разволновался Еще Есть Пять Минут О чем Можно Говорить Пять Минут Посмотреть На технологию Железа Младшего Я Так Не Делал Мы Тяпкой Тяпали Проходы Метли Сделал И Вот Так Сделал Молодец Молодец Так Я сейчас Глядя на камеру Еще Задам Провокационный Вопрос Ну Почему У тебя Нет Продажи Ни черешни Ни вишни Ну Ну На этот тип Надо Заниматься Да 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 Подвои Плохо Всходят Да 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 Вот Черешня Так-то В саду Есть Я даже Там Это Себе А людям Селекционные Сорта Брал Я Я Про Людей У меня С подвоями Напряженка И Вот Нечего Мне Предложить Людям Ване Черешина Подвоев Нет У меня Не Косочек Ладно Короче Говоря И все Что Не Продано Я Давай Посадим У меня Там У меня Там Стрификация Полная С нового Года Ну Сколько Они Продано Вот Кусок Земли Остался Больше Вот Так Думаешь Как Остался Мне Там Еще Надо Досаживать Еще Абрикосов Десять квадратов Найдешь Да Ну Ты Че Тут Огородить Можешь Пусть Я Знаю Что Осенью У тебя Будет На Продажу Виски Черешни Огороди Мне Квадрат А Юля Посадит Давай Пусть Я Слышу Чтоб Потом Тебя Чтоб Потом Тебя Долбили А Если Не Успеешь Обещаешь Все Так Нет Завтра Нет Я Как раз Место Идет То есть Там Кустарники У меня Остается И вот Эти Грядки Все Понятно Разберемся Но я Добился Того Что Послушав Вот Это Люди Будут Одолбить Вишни Подавай Черешни Подавай Полноценный Питомник Не может Жить Без Это Без Них Все Друзья Благодарю За Внимание Я Специально Подставил Вот Этого Специалиста У него Я Про Тебя Чтоб Ты Слышал Один Недостаток Все Сам 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 Все Все Сам Поэтому Ничерта Не хватает Пришла Весна Продавать Нечего Сам Там Разные Обсоятельства Бывают Да 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 Сколько Здоровья Хватило Сколько Вырастил Я Помимо Этого Еще Работаю И на Диете Сидишь Не мешает На Пользу Идет Да Наоборот Больше Дел Как-то Дел Стал Пивать Ну Ладно Пошел Ну Давай Посмотрим Что Будет Завтра Ну Привозите Я Тут Уже Подспахал Я Сегодня Буду Довлетковить Грядки 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 Ладно Что Не Продам Все Тебе Грядки 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 Продолжение следует...